Дорогие друзья, для обработки вот такого типа теплиц я вам очень советую такой препарат, который называется Фарма-Йод. Это йод содержащий препарат, может бороться и с бактериальной болезнью, и с грибными, даже вирусными болезнями, не говоря о том, что очень хорошо ущемляет даже насекомых. Так что препарат очень широкого спектра действия, поэтому я очень рекомендую этот препарат испытать и я уверяю вас, что вы будете очень-очень довольны. Вот такой пузыречек мы должны разводить в 10 литрах, но опрыскиватель у нас 5 литров и как раз на эту теплицу нам и нужно 5 литров. Значит, что мы делаем? Наливаем воду, затем половина пузырька мы выливаем, жидкость густая, ну такой как жидкий-жидкий мед. Так, пол пузырька мы налили. Обязательно мы должны тщательным образом размешать, препарат достаточно опасный и для нас с вами, поэтому при обработке лучше все-таки загородить пазухи носа, рот хотя бы мокрой тряпочкой. Ну это же не эстетично, а то дешево, надежно и практично. Ну, поскольку я этого сделать не могу, потому что иначе вы меня просто не услышите, то буду действовать очень аккуратно. Накачиваем, закрываем предварительно все окна и двери. Вот так. Все, теперь будем проводить обработку. Тщательно все-все детали мы обрабатываем йодом. Вот так. И, конечно же, мы обрабатываем и почву. И вот эти стебли наших растений, если они заболели. Ну и почву тщательно обрабатываем. Все узлы и детали как следует мы обрабатываем. Древесину то же самое, если у вас такие же грядки устроены, то же самое мы очень внимательно обрабатываем. После того, как мы обработали, мы быстренько выходим из этих сооружений, закрываем последнюю дверку за собой и дня три-четыре не заходим. Но уже после этого можно безбоязненно зайти в теплицу и производить подготовительные к весне работы. Ну и понятно, что мы можем поликарбонат наш сполоснуть, все детали можно сполоснуть. Они уже прошли полностью дезинфекцию, поэтому теплица наша будет уже вполне готова к следующему сезону.